Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня веду я, Михаил Горин. Тема дня у нас остается. Главное пока что события в Украине. Других новостей такого ранга нет. Как известно, там происходят военные действия. Россия называет это специальной военной операцией. Украина вторжением агрессии и войной. Но дело не только в терминологии, а в том, что погибают люди, их уже десятки и сотни. А по данным ООН, десятки миллионов украинцев стали беженцами, как внутренними, так и внешними. Наш первый собеседник Илья Берр, издатель и главный редактор проекта «Проверено». Здравствуйте, Илья. Да, здравствуйте, Михаил. Одна из особенностей этой войны – это информвойна. Она ее сопровождает практически с первого дня, со всех сторон. И такого накала, наверное, как в других войнах нынешняя информвойна не имеет аналогов. Может быть, потому что раньше не было социальных сетей, такого развития интернета и так далее. Недавно одним из таких ярких событий и живой войны, будем называть ее так, и информвойны, стал обстрел роддома в Мариуполе. Все, я думаю, видели эти кинокадры, фотокадры, что там происходило. Но после этого началась информвойна. Ряд ресурсов в интернете, в телеграм-каналах заявили, что все это фейк, постановочное видео. А некоторые издания даже занялись проверкой фактов, пытаясь определить, что же все-таки это было – фейк или реальность. Я знаю, что вы детально изучали эту ситуацию, опубликовали в своем издании большой материал по этому поводу и пришли к каким-то выводам. Вот об этом я хотел бы с вами поговорить. О выводах чуть позже сначала. Что являлось главным предметом или главной сложностью для того, чтобы определить, с чем мы имеем дело? Ну, честно говоря, в этом случае особых сложностей-то и не было. Далеко не самый сложный факт-чек и не самый сложный разбор, который нам приходилось и приходится делать в проекте. Дело в том, что первый, кто запустил историю о том, что это постановочные съемки и фейк, соответственно, это некий телеграм-канал «Сигнал», он анонимный, но у него очень много подписчиков, порядка полумиллиона, по-моему. И он такой придерживается достаточно явно провластной риторики и провластного подбора материалов. Вот они скомпоновали, значит, по-моему, там пять было фотографий и одно видео. Значит, при этом по этим материалам они попытались убедить своих читателей, что съемка постановочная, потому что на двух фотографиях была изображена женщина, которую они нашли в Инстаграме, и женщина оказалась бьюти-блогером. И поэтому они решили, что где бьюти-блогер, там и актриса, и вот она, значит, снималась в этих фотографиях для того, чтобы показать, что был обстрел. А на самом деле, значит, роддом давно не работал, и там якобы сидел то ли Азов, то ли ВСУ. Значит, мнения уже потом у официальных властей России разошлись. И для того, чтобы разоблачить этот фейк, якобы про фейк, получается, нужно было всего лишь найти другие фотографии и другие видеоматериалы, повествующие об этом ужасном событии. Ну и после того, как эти все материалы я нашел, собрал, и все их посмотрел, стало совершенно понятно, что никакой это не фейк. Потом, значит, что там участвует очень большое количество разных людей, запечатлено, значит, их всякая деятельность. То есть такое кино можно было бы, наверное, снять в Голливуде при очень больших бюджетах, значит, с подготовкой долговременной и с профессионалами и так далее, но никак не в осажденном российскими войсками городе, где перебои со всем, с едой, с питьем, с электричеством, со связью и так далее. Вот. Илья, скажите, пожалуйста, вслед за этой трагедией, когда начался большой скандал в мире, и многие растиражировали эту новость, представители России в ООН, а вслед за ним и министр иностранных дел России, Лавров на какой-то пресс-конференции повторяли одну такую тезу, что роддом был занят вот этим самым упомянутым вами батальоном АЗОВ, который в России считается такой националистической организацией, и подразделением, что они оттуда выгнали всех рожениц, или они прикрывались ими как живым щитом. И вот понятно, что произошло, так как оттуда велись обстрелы российских подразделений, то Россия вынуждена была ударить, а все остальное, мол, уже постановка. Да, ну вот здесь нужно очень внимательно быть к фактам и к словам. Это та часть, которой действительно пришлось покопаться и немножко порасследовать, потому что выявились в итоге не со стыков. Значит, господин Небензин, представитель в ООН, действительно говорил о том, что, значит, один из роддомов, причем он точно называл роддом номер один города Мариуполь, занят, и он как раз не уточнял, по-моему, каким из националистических батальонов. И похоже, что он взял эту информацию просто из публикаций в СМИ, которые, в свою очередь, просто пересказывали некие слухи, которые им рассказывали люди на улицах, причем не Мариуполя, а других городов, якобы по словам родственников. Это все совершенно непроверенная информация, другой нет, но, тем не менее, господин Небензин во время официального заседания ООН про это рассказывал и называл роддом номер один. Потом Лавров на следующий день после встречи с турецким министром иностранных дел на пресс-конференции пересказывал ту же историю, что, значит, уже говоря, что, значит, не уточняя роддом, да, что вот якобы Азов или ВСУ, он тоже, по-моему, там не уточнял, значит, выгнали медперсонал и роженец, и вот действительно там засели. При этом дальше уже после того, как произошел удар, и Лавров его комментировал, Лавров впрямую не говорил, что мы ударили по, значит, роддому, где сидел Азов. Он ничего такого не говорил, к сожалению, его слова исказили, и в основном, кстати, в украинской прессе, там было много публикаций о том, что Лавров признал, что они ударили по роддому, но, значит, что там сидел Азов. Нет, он этого не признал. Хотя, то есть, намек некоторый был, но не более того. Значит, а дальше Минобороны России высказала вообще свою версию о том, что у них не было никакого обстрела, и что это, значит, тот самый батальон Азов сам заложил взрывчатку и, значит, произвел взрывы, и дальше показал вот эту постановочную съемку. Вот так было. Значит, но в чем хитрость, да, вот тот самый роддом номер один, который называл Небензи, это совершенно другое медицинское учреждение, чем то место, которое попало на фото и видеокадры, и это установлено с абсолютной точностью. Вот. Потому что там попали в кадры еще соседние здания, и, в общем, все это установлено и видно. Я попробую выступить таким адвокатом дьявола, поэтому задам вам такой вопрос. Вы говорите, что представитель российского Минобороны сказал, что это вообще никакого обстрела не было, что этот взрыв был организован националистами, а дальше все постановочное фото, мы уже с вами об этом говорили. А теоретически такое могло быть? Или практически? Можно смело вот отвести на 100% такую версию? Вы знаете, на 100% строго формально отмести нельзя никакую версию, которая строго не опровергается, я не знаю, какими-то другими железобетонными доказательствами. Поэтому, собственно, поскольку мы не можем ответить на 100%, мы не отвечали в своем материале на вопрос, кто именно и откуда обстрелял. Хотя мы для себя вероятностный ответ понимаем и считаем, что вероятность того, что мы понимаем правильно, ну, в общем, сильно выше 90%, скажем так. Но это не 100%. Да, вообще верификация информации, я это всегда говорю и студентам, и школьникам, и всем, это вероятностная дисциплина очень часто. Да, но когда мы предъявляем результаты, особенно в такие острые моменты, мы должны быть особенно осторожны, и даже если мы внутренне практически уверены в ответе, мы его все равно не будем выдавать в нашем материале за результат фактчека. А выдаем мы только то, в чем мы действительно уверены и можем доказать непредвзято, независимо, просто с данными, с фактами на 100%. А вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вы как бы профессионально занимаетесь фактчекингом, и ваш проект, собственно говоря, этому посвящен, и насколько я смог увидеть на ваших страницах, украинские события как бы не самое главное порой, она может быть самая важная сейчас часть материалов, но в принципе вы там уделяете массу внимания и совершенно обыденным порой вещам. Но вот в такие острые моменты, когда происходят резонансные трагедии, допустим, как ситуация в Мариуполе с роддомом, вот как быть не журналисту, не расследователю, а рядовому обывателю, который слышит с одной стороны, воюющей, что это все сделали националисты и подрывники с другой стороны. Они заложили бомбу, и там все взорвалось. А другая сторона говорит, нет, это все наши враги сделали. И в общем-то обе стороны приводят примерно одни и те же доводы, трудно расследуемые и труднодоказуемые. Тем более, что у рядового обывателя и времени, да и возможностей, и навыков нет разобраться. Как быть? Кому доверять? Это сложный вопрос, на который простого ответа нет. Мы так устроены, что в случаях, когда нас информация трогает эмоционально, мы душевно болеем, условно говоря, за какую-то сторону, если речь идет о военном конфликте, то мы, скорее всего, будем верить практически всей информации, которая идет с этой стороны. Ну, ничего не поделаешь, мы так устроим. Чтобы этому противостоять и как бы заставить мозг дисциплинированно оценивать качество аргументов и качество доказательств, ну, для этого нужно специально стараться. Либо просто это должен быть вот род занятий, как в моем случае, в случае моих коллег, либо некая такая научный склад ума и интеллектуальная дисциплина совместно с интеллектуальной честностью. Это непросто. Но если у вас есть такое желание, да, и такое устремление, то можно помнить некоторые правила. Правило первое, что во время военного конфликта недостоверную информацию предоставляют обе воюющие стороны, причем именно военные ведомства, скажем так, потому что это часть, информационная война, для них это часть войны, довольно важная и действительно в современном мире все более и более важная. Значит, поэтому по-хорошему верить стоит только в то, что либо четко доказано независимыми от этих двух сторон, да, авторитетными журналистскими организациями или наблюдателями там ООН, ОБСЕ и так далее, да, то есть некие третьи, третьи стороны, не участники конфликта, вот, и при этом должно быть понятно, откуда они это знают, как они это проверяли, что действительно у них была такая возможность, вот, и тому можно верить, что лично видели вы сами или люди, которых вы лично знаете и которым доверяете, но только на один шаг, если вам этот человек говорит, а вот друг моей, там, моей подруги или знакомой моей жены, все, это уже следующая ступень из большой вероятности это будет недостоверно, да, то есть только личный опыт ваш и личный опыт человека, которому вы лично, кого-то, которого вы давно знаете и вы лично доверяете, и вы уверены, что он говорит именно о своем опыте, а не об опыте какого-то другого близкого к нему или далекого от него человека, вот, кроме того, имеет смысл вообще строго ограничить, на мой взгляд, потребление информации, если вам это не нужно в профессиональных целях, потому что это очень сильно бьет по психике, а если вы при этом еще не умеете четко, значит, отсягать недостоверную информацию, то вы просто можете взорвать себе голову и в вашу картину мира попадет куча всяких фантазий, фейков случайных, фейков намеренных и прочего. Если можете, то вот выберите себе какой-то один-два старых, авторитетных, заслуженных источников информации, причем лучше с одной стороны и с другой, если вам интересно, как на самом деле. И ограничьтесь этим. Бесконечные анонимные телеграм-каналы, скажите им, нет. Я приведу живой пример. Вот буквально вчера появилось сообщение, что Донецк был обстрелян украинской ракетой точка У. Притом украинская ракета, естественно, об этом подчеркивалось со стороны российских медиа, что эта ракета была украинская. И что таким оружием нельзя обстреливать жилые массивы и так далее, и так далее. Украинская сторона все это опровергла и заявила, что все это естественно рук дело российских вооруженных подразделений. Вот в этой ситуации как быть? Или просто пропустить эту информацию мимо себя, понимая, что невозможно здесь разобраться, кто прав, а кто виноват и кто говорит правду? Ну, в общем, эта стратегия скорее рациональна. Пока идет война, мы точно разобраться не можем. и не факт, что потом точно сможем установить. Часто это потом становится в достаточной степени ясно и понятно, а часто и не становится. Вот, если вы спросите меня, ко мне сейчас постоянно обращаются подписчики, друзья, а вот, а что там было, а чья ракета, а как, а что? Я честно говорю, у нас нет возможности и не хватает квалификации для того, чтобы уверенно об этом говорить. Да, у нас есть представление о вероятности того, что это значит украинская ракета и о вероятности того, что это значит целиком постановка, есть же еще версия, опять же, что вообще никакого взрыва не было, а просто это притащили значит на площадь остатки откуда-то значит других снарядов разложили и красиво сняли. Это тоже распространенная версия. Какая из них верна, пока мы все не проверили сами и не убедились, я сказать не могу. К сожалению. Хотя хотелось бы, конечно. Ну, понятно. Ну, может быть, со временем удастся разобраться. Да. Скажите, пожалуйста, вот все это время с начала конфликта вам много вообще приходилось проверять такого рода фейков, как мы говорили о Мариупольском роддоме и были ли замечены в создании их обе стороны или только одна на ваш взгляд? Сложный вопрос, опять же. У нас вышло уже четыре подборки, которые мы назвали фейки о войне в Украине. Для нас это война, здесь у нас никаких сомнений нет. Но это не факт-чек, это просто наша оценка происходящего. Проверять сложно, проверять реально сложно и фейки есть с обеих сторон, это точно совершенно. А насколько они, какой процент намеренных фейков созданных в рамках именно работы инфо-войск, а какой из них процент так или иначе случайно кто-то что-то не понял или просто придумал остальные подхватили, в смысле нафантазировал, дофантазировал остальные подхватили, это сказать сложно. Но точно совершенно, что фейки есть с обеих сторон. Но правда, опять же, мне кажется, что разные степени серьезности, именно с точки зрения намерений, намеренной фальсификации, но здесь может быть во мне говорит и моя некоторая человеческая предвзятость, я все-таки тоже человек а не робот и скорее сочувствую стороне, которая оброняется, а не стороне агрессора. Я приведу простой пример, комментируя вот этот вопрос по поводу с обеих сторон есть фейки или с одной, что вообще считать фейком в данном случае, сознательную дезинформацию или создание мифов, тут действительно очень сложно разобраться, но вот простой пример, украинские военные ведомства часто сообщают чуть ли не ежедневно о большом количестве погибших российских военнослужащих, цифры идут порядка 10-12 тысяч человек, именно погибших, я сейчас не говорю о раненых или попавших в плен, в то же время ряд экспертов, которые явно как бы ну чьих чему мнению можно было доверять и до конфликта этого, и которые выступали по поводу других серьезных ситуаций, говорят, что можно говорить максимум о двух тысячах, и возникает вопрос, о кого вы имеете ввиду, если не секрет, что вы говорите, во втором случае кого вы имеете ввиду, каких экспертов, я к сожалению не записал, ну например Левиев, Руслан Левиев, я честно говоря не видел его оценку в 2000 человек, что это недавняя оценка, я видел буквально позавчера его выступление, и это не со слов кого-то, это я видел его живое выступление, кто-то может его считать недостаточно профильным экспертом, или это другой вопрос, но до сих пор его информация как бы подтверждалась, он не был уличен в сознательном ее искажении. конфликт, конфликт, и вот этот разброс цифр, невольно ставит в тупик, и заставляет сомневаться в точности тех или иных источников. Я, честно говоря, вообще не придаю значения конкретным цифрам, которые приводит та или иная сторона. Единственное, чему можно верить, вот когда российские Минобороны сказали, что у нас потери 500 человек на какой-то там день войны, не помню. На четвертый? На четвертый? По-моему. тоже позже. По-моему. Позже, но не важно. А вот когда они это сказали, мы можем точно понимать, что не меньше этого числа. Это вот тоже важная информация. Да, безусловно. Это некий индикатор. Некий индикатор. Не меньше этого числа. Когда украинцы говорят о своих потерях, мы тоже можем понимать, что реальные потери не меньше этого числа. Это все, что мы можем понимать в этой ситуации, к сожалению. И просто для себя надо в голове понимать, что мы не знаем, мы не знаем. И вообще вот иллюзия того, что идет гигантский информационный поток, и мы очень много знаем о происходящем, это иллюзия. Мы очень мало знаем. И в ситуации текущего военного конфликта мы всегда знаем очень мало. Если вы у людей короткая память, и никто этим не занимается, опять же, кроме профессионалов, но если вы посмотрите на то, что писали в прессе в армянской, в азербайджанской, да и в мировой во время последнего военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха, и потом посмотрите, что из этого подтвердилось, а что не подтвердилось, а что оказалось совсем не так или сильно не так, то будут совершенно две разные картинки и разные истории, и выяснится, что по ходу дела и у той, и у другой стороны во многом были искаженные святи. Да, да, мы все это хорошо знаем. И так бывает в любом военного конфликта. Мы все это хорошо знаем у себя в Израиле, и, в общем-то, достаточно привыкли к подобным моментам. Илья, большое спасибо, что нашли для нас время за ваши рассказы, комментарии, всего вам доброго. До свидания. Всего доброго. На этом все. Напомню, что с нами на связи был издатель главный редактор проекта «Проверено» Илья Берр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова